Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации, связанной с автомобилями. В том числе и обзоры на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных бэушных машин, рассматривая их снизу, на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора это кроссовер, на который вы обратите внимание скорее потому, что запасы Outlander, CR-V, RAV4 и прочих раскрученных моделей на просторах нашей родины с каждым годом становится все меньше и меньше, и найти достойный экземпляр становится все сложнее. Поэтому на первый план выбора выходят уже автомобили, на которые раньше вы, возможно, не обратили бы внимания. Этот автомобиль не хватает звезд с неба, и он достаточно непритязательный. Однако представляет собой довольно интересное предложение, в том числе и на вторичном рынке. Знакомьтесь, Renault Kaleos, первое поколение. Первое поколение этого автомобиля стояло на конвейере с 2007 по 2016 годы. Машина пережила два рестайлинга. Первый случился в 2011 году, второй в 2013. Что касается заводов, где эти автомобили собирались, к большому удивлению, эту машину собирали в Южной Корее, в городе Пусан, на заводе Renault. Позднее уже рестайлинговые автомобили попадали на рынок, будучи собранными на российском заводе Автофрамос. Агрегатная база Kaleos не блещет разнообразием. Покупатель мог выбирать из двух вариантов двигателей – бензин либо дизель. Бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, мощностью 171 лошадиная сила. Дизельный агрегат был двухлитровым, мощностью 150 лошадиных сил. Право выбрать тип привода автомобиля было положено только людям, предпочитающим бензиновые варианты – передний либо полный. Дизельные автомобили были безальтернативно полноприводными. Что касается коробок передач, механическая шестиступенчатая коробка предлагалась для базовых версий как бензиновых, так и дизельных автомобилей. А вот версии без педали сцепления отличались. На бензиновых автомобилях стояла вариаторная трансмиссия, а на дизельных – обычный классический гидромеханический автомат. В самом начале мы сказали, что компания Renault использовала агрегатную базу Nissan. И это действительно так. Ближайший кровный родственник этой машины – Nissan X-Trail в кузове NT31. Однако, в отличие от X-Trail, Kaleos имеет ряд своих специфических фишек. В том, что касается салона, он больше похож на минивэна. К услугам пассажиров в данном случае – откидные столики на спинках передних сидений, маленькое зеркальце в потолке для наблюдения за задним диваном, а также разрезная пятая дверь, которая имеет достаточно удобный для погрузки борт. Соответственно, на этом автомобиле вы можете выезжать на пикники. Вот вам столик, вот вам скамеечка и вот вам крыша над головой. Также можно сказать, что если Nissan X-Trail для концерна Nissan был моделью, скажем так, среднего уровня, то Renault Kaleos для концерна стал автомобилем, если и не премиальным, то, по крайней мере, флагманским. Что касается шумоизоляции и ездового комфорта, Renault Kaleos – достаточно интересный автомобиль, который скорее понравится любителям неспешного, безопасного и комфортного передвижения, чем гонщикам. Наш конкретный экземпляр 2008 года выпуска – это Dory Styling с 2,5-литровым бензиновым двигателем, полным приводом и вариаторной трансмиссией. Давайте разбираться, какие нюансы нужно учитывать при выборе подобного автомобиля. По традиции в начале обзора поговорим о кузове автомобиля, о том, насколько хорошо он окрашен, какова толщина лакокрасочного покрытия и насколько хорошо он сопротивляется нашим дорожным реалиям. Что касается толщины ЛКП, у Renault Kaleos она во многом стандартная. Показания толщиномера на этих автомобилях лежат в пределах 100-150 микрон. Если больше, скорее всего, этот элемент подкрашивался. Что касается качества самого ЛКП, оно здесь достаточно неплохое. Сколы и царапины, само собой, появляются. Особенно в местах повышенного сколообразования, таких как кромка капота и кромка крыши. Как правило, цвести они не начинают. Однако, осматривая поддержанный Renault Kaleos, обратите внимание на те места, где появление ржавчины на этих машинах наиболее вероятно. К ним относятся передняя кромка крыши, особенно в местах стыка самой крыши с боковыми молдингами. Рамки боковых окон. Краска на них бывает вспучивается. Правда, не повально и далеко не на всех машинах. Также следует с пристрастием осмотреть на предмет коррозии боковые двери автомобиля. Ржавчина на этих автомобилях появляется не только в традиционных для всех местах, таких как нижняя кромка дверей, но и под уплотнителем двери по верхнему краю, подобно тому, как это происходило на старых 210-х Мерседесах. Также внимательно осмотрите на предмет очагов коррозии, пороги автомобиля и задние арки. Стоит также отметить, что периодически на Renault Kaleos, однако достаточно редко, можно наблюдать очаги коррозии и на нижнем торце верхней половины пятой двери. Также при осмотре снизу обратите внимание на состояние переднего подрамника. К сожалению, подрамник на Renault Kaleos этой генерации не отличается повышенной стойкостью к коррозии. Так же, как и на Mitsubishi Outlander XL с двигателем 3 литра. Подрамники чаще гниют на тех автомобилях, где установлена дополнительная защита днища. В целом, какой-либо логики между возрастом, пробегом и состоянием подрамника здесь нет. Каждый случай индивидуален. Если вам повезло и вы купили Kaleos, где на подрамнике еще нет очагов коррозии, не поленитесь потратить немного денег и обработать его защитным составом. Это сэкономит вам время и деньги на поиск контрактной запчасти. В завершении диалогов о коррозии стоит также отметить одну особенность Renault Kaleos. Особенно тех из них, кто оснащен электрическим стояночным тормозом. Троса этого самого стояночного тормоза, если его не использовали долгое время, имеют свойство закисать. И восстановить их, как правило, не удается. Соответственно, здесь замена только на новые тросики. Причем этой проблемой практически лишены автомобили самой базовой простой комплектации, которые имеют в своем распоряжении обычный ручник. Так что, если вы смотрите Kaleos с электронным стояночным тормозом, проверьте его работоспособность. Итак, теперь посмотрим, что нас ждет под капотом подобного кроссовера. Двигателей, как уже было сказано, здесь могло быть два. Бензиновый, либо дизельный. Без особых вариантов по литражу и степеням форсировки. Что касается дизеля, вначале скажем пару слов про этот мотор, поскольку не сказать про него, говоря о Kaleos, было бы неправильно. Под капотом этого автомобиля вы можете обнаружить реношный дизель. Маркировка его M9R. Этот двигатель довольно старый, в хорошем смысле. Появился он в 2005 году и ставился на просто-таки огромное количество автомобилей концерна, включая легковые и коммерческий транспорт. Правда, для коммерческих автомобилей этот мотор был дефорсирован. Мощность этого турбодизеля порядка 150 лошадиных сил. Также встречались, в том числе и на Kaleos, на рестайлинге версии, форсированные до 170 плюс лошадок. Что касается особенностей этого мотора. Дизель M9R это четырехцилиндровый рядник. Блок цилиндров здесь чугунный. Это обозначает ремонтопригодный. Данные двигатели великолепно капиталятся. Однако необходимость делать это наступает, как правило, достаточно поздно. Головка блока цилиндров выполнена из алюминия. 16 клапанов, два распредвала. Гидрокомпенсаторы на дизельном двигателе присутствуют, поэтому лазить за регулировкой зазоров клапанов на этом автомобиле вам не придется. Привод ГРМ выполнен цепью. Заявленный ресурс порядка 150 тысяч километров пробега. Однако на практике встречаются дизельные машины с пробегами за 250-270, где родные цепи еще не демонстрируют признаков растяжения. Поэтому в данном случае все зависит от эксплуатации. Из элементов, усложняющих конструкцию двигателя, можно отметить разве что турбину с изменяемой геометрией, которая присутствует уже на всех колеусах. К чести конструкторов Рено стоит отметить, что дизельный двигатель на колеусе имеет маслофорсунки для охлаждения поршней. Ресурс этого мотора при правильной эксплуатации, при условии использования качественного горюче-смазочного материала, превышает 500 тысяч километров пробега. Вдумайтесь в эту цифру, это очень и очень много. На практике есть машины, которые проезжали порядка 270, 300, 350 тысяч километров без каких-либо проблем. При условии регулярной смены масла, а для турбодизеля регулярно это раз в 7 тысяч километров пробега, и использования. К слабым местам этого дизельного двигателя можно отнести пьезофорсунки, очень чувствительные к качеству топлива. Если вы плюхнете сюда, не пойми какой соляры, вполне можно приехать на ремонт одной или нескольких форсунок. Хотя, скорее всего, вам придется их менять. И это небюджетно, как и для любого дизеля системы впрыска Common Rail. Также в ходе эксплуатации дизельной машины нужно помнить о том, что в периодической чистке нуждается клапан EGR, а также в периодической замене нуждается сажевый фильтр. Если вы будете следить за этим двигателем и не допускать растянутых интервалов замены масла, вы действительно проедете на нем 300-400-500 тысяч километров. К относительно слабым местам этого двигателя также можно отнести маслонасос, который, как правило, выходит из строя по причине очень длинных интервалов замены масла, либо использования масла очень низкого качества, и тянет за собой вкладыши, которые может и провернуть, что повлечет за собой достаточно недешевый ремонт. А также демпфер шкива коленвала, который подлежит замене просто потому, что отработал свой ресурс. Как правило, это случается на пробегах за 250 тысяч километров. Так что двигатель надежный. Если вы не боитесь дизельных моторов, то Renault Kaleos с дизелем M9R будет, пожалуй, довольно интересным выбором. Ну, а если дизель не для вас, тогда поговорим о бензиновом агрегате. Конструктивно этот двигатель 2TR703, он же QR25DE, представляет собой рядную четверку с алюминиевым блоком. Здесь два верхних распредвала, 16 клапанов, которые, кстати, в отличие от дизеля, не имеют гидрокомпенсаторов зазоров, поэтому зазоры должны регулироваться вручную подбором толкателей. Каждые 50 тысяч километров пробега. Привод ГРМ здесь цепной. Цепь эта выхаживает порядка 150 тысяч. На практике же бывают случаи, когда машина проехала и все 200, и признаков растяжения еще незаметны. Смотрите по ситуации. В каждом случае это индивидуально. Из элементов, усложняющих конструкцию двигателя, в данном случае можно отметить разве что фазовращатель. Причем он отличается завидной надежностью. Каких-либо проблем муфта изменения фаз газораспределения на этом двигателе подкидывает редко. Основная проблема этого двигателя это масложор, который может вызывать как проблема с поршневыми кольцами, которые могут залегать в случае, если предыдущий собственник злоупотреблял крайне длинными интервалами замены масла и лил, что попало. Также на возрастных машинах имеют свойство от времени дубить маслосъемные колпачки, что также вносит свою лепту в расход масла. Поэтому при покупке колеуса обязательно проверьте, дымит или не дымит двигатель. И в случае чего будьте готовы к непредвиденным расходам в виде замены колец и колпачков. Благо двигатель этот ремонтопригоден. Что касается каких-либо типичных проблем для этого двигателя, можно отметить парочку. Практически любой QR25DE, он же 2TR, который вы будете смотреть на автомобиле с пробегом за 100 тысяч километров, будет иметь запотевание на лобовине, то есть на крышке, прикрывающей цепи ГРМ. Это нормально. Если это еще не перешло в глобальную течь масла, лезть и обновлять герметик на лобовине не нужно. Совместите это потом с заменой цепей. Помимо прокладки клапанной крышки, на этих двигателях также любит подтекать маслом маслоохладитель, расположенный по правой стороне двигателя. Двигатель здесь расположен поперечно, не забываем об этом. Увидеть эту течь можно при осмотре автомобиля снизу, на подъемнике. Комплект прокладок маслоохладителя, хоть и стоит не так дорого, однако менять его сами вы вряд ли будете. Соответственно, за эту работу вам придется отдать деньги. Эксплуатировать автомобиль с подтекающим с маслоохладителя маслом можно, но лучше эту неисправность устранить. А еще лучше, чтобы ее не было сразу при покупке. В общем и целом, два TR703, он же QR25, достаточно надежный по современным меркам двигатель. Самое главное, не прикупить его уже в полумертвом состоянии. А для этого нужно сделать тщательную диагностику выбираемого автомобиля. При условии регулярной смены масла, также желательно раз в 7-8 тысяч километров, не реже, и использовании качественных горюче-смазочных материалов, этот двигатель проедет 250 тысяч километров, а может быть даже больше. Подытоживая разговор о силовых установках Ренок Алиос, можно отметить следующее. Оба двигателя достаточно надежны, но оба мотора не прощают экономии на качественных горюче-смазочных материалах и длинных интервалов обслуживания. С силовыми установками Ренок Алиос мы разобрались. Теперь поговорим о коробках передач. Шестиступенчатая механика могла ставиться как на бензин, так и на дизель. Сама по себе коробка беспроблемная. Ресурс узла сцепления порядка 170-200 тысяч километров пробега при нормальной эксплуатации. Если же человек не вполне понимает, что он делает с механической коробкой, либо использует этот автомобиль на бездорожье, причем достаточно часто и активно, этот ресурс, соответственно, можно сократить практически вдвое. Самое неприятное, с чем можно столкнуться при обслуживании механической трансмиссии Калеоса, это замена двухмассового маховика. Просто из-за его стоимости. Двухмассовый маховик стоит недешево. И при выходе из строя его придется либо ремонтировать, либо менять на, возможно, бэушный. Ну вот, пожалуй, и все, чем может быть неприятна механическая коробка. Что касается коробок передач без педали сцепления. На дизельных машинах и только на них стояла шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. Обычный гидромеханический автомат. Довольно-таки скорострельный, надо отметить. Эта коробка не имеет каких-либо врожденных болячек и прекрасно отхаживает пробеги до 300 тысяч километров включительно. При условии регулярной замены масла. Замена масла в автомате производится раз в 60 тысяч километров. Соответственно, с заменой фильтров. Но, если вы рассматриваете к покупке бензиновую машину, то обычный автомат вы на ней уже не встретите. На вашем автомобиле будет установлен вариатор фирмы Jatko. Модель GF-011. К моменту, когда эта коробка попала на Renault Kaleos, практически все детские болезни этой трансмиссии уже были вылечены. Вариаторы, на самом деле, при нормальной эксплуатации. То есть, если вы не гонщик, вы не используете Kaleos для постоянных стартов газ в пол и не лазаете на нем по вспаханной целине вслед за каким-нибудь Pajero Sport или подготовленным УАЗом, то вариатор также способен выходить у вас порядка 200-250 тысяч километров до ремонта. Однако, менять масло в этой коробке вам придется намного чаще, чем вы делали бы в автомате. Рекомендованный интервал замены масла с фильтрами в этой коробке будет порядка 30-40 тысяч километров пробега. В этом случае вы можете рассчитывать на большой ресурс. В случае, если вам не повезло и вы попали на ремонт вариаторной трансмиссии на Kaleos, сумма шестизначная, порядка 100-120 тысяч рублей. Но после ремонта ваша коробка также способна будет проехать порядка 150-200 тысяч километров. Поэтому, если вы смотрите себе Kaleos и на тест-драйве у вас создается впечатление, что машина не едет, коробка буксует, обороты слишком большие или наблюдаются какие-то нехарактерные дергания и толчки, которых на вариаторной трансмиссии быть в принципе не должно, это повод либо искать другой экземпляр, либо хорошенько поторговаться с собственником на возможный ремонт трансмиссии. Итак, переходим к осмотру автомобиля на подъемнике и разговорах о подвеске. Подвеска у Kaleos выполнена по достаточно стандартной для автомобилей этого класса схеме. Спереди здесь Макферсон, сзади на горычажка. Подвеска Kaleos отличается двумя вещами. Это комфортным ходом и довольно-таки немаленьким ресурсом своих компонентов. Первые замены начинались у первых, опять же, хозяев этих автомобилей, где-то к пробегу 100-120-130 тысяч километров. Что касается ресурса самого дорогого компонента любой ходовки, а именно рулевой рейки, у Kaleos с этим все в полном порядке. Электрорейка на Renault Kaleos выхаживает порядка 150-200 тысяч километров до появления первых стуков. А это очень и очень много, особенно по современным меркам. Самый маленький ресурс среди всех компонентов подвески традиционно имеют втулки и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости. Однако детали это достаточно недорогие и меняются они несложно. Ступичные подшипники на этих автомобилях выхаживают порядка 100-150 тысяч километров пробега. Потом просятся на замену. Это касается передних ступичных подшипников, которые на этом автомобиле выполнены как единый ступичный узел. Поэтому в данном случае вам придется менять всю ступицу в сборе. Не будем заострять внимание на таких мелочах, как рулевые тяги, рулевые наконечники и сайлинг-блоки, допустим, задних рычагов. Эти компоненты продаются в виде дублей, их достаточно много и цены на них весьма демократичные. Где-то к 150 тысячам пробега возможно запросится на замену сайлинг-блоки подрамника. Это будет уже дороже. Кстати, не забудьте проверить сам подрамник на предмет наличия на нем сквозной коррозии. Какой-либо налет поверхностный это нормально, он может присутствовать, на эксплуатацию никак не влияет. Но если подрамник уже имеет значительные сквозные дыры, то его, конечно, лучше будет поменять. Что касается ресурса пружин и амортизаторов, он здесь достаточный. Скажем так, первая проблема не ранее, чем на 100-120 тысячах километров пробега. Опять же, все зависит от качества дорожного покрытия в том регионе, где автомобиль эксплуатировался. Задние пружины на этих автомобилях не склонны, например, лопаться, но они могут просесть. Если это случается, как правило, к пробегам хорошо за 200. Если вы смотрите Рено Калеос и по ходовой части спереди вы слышите стук, а замена стоек стабилизатора не принесла никаких плодов, возможно, вам пора поменять сами амортизаторы. Или последний, заключительный вариант. Посмотрите на состояние опорников передних стоек. Они на этих автомобилях также, бывает, просятся на замену. Конечно, когда вы осматриваете автомобиль на подъемнике, помимо стандартных манипуляций с ходовой частью, обратите внимание на течь теплообменника, вернее, на ее отсутствие. Посмотрите, чтобы у вас был сухой стык двигателя и коробки передач, то есть у вас не тек ни задний сальник коленчатого вала, так называемый коренной, ни сальник гидротрансформатора. Посмотрите на сухость сальников приводов, как передних, так и задних. Также, осматривая автомобиль, обязательно проконтролируйте состояние пыльников-шрусов, особенно это касается пыльников-шрусов внутренних. Если пыльник у вас оказывается порван, замените его как можно скорее. В противном случае, в ближайшее время вам придется менять уже сам шрус, а это уже несколько другая арифметика. Что касается системы полного привода на Renault Kaleos, то здесь использована ниссановская схема, которую вы можете найти, в частности, на Nissan X-Trail. В данном случае, основной привод у нас передний. Задняя ось подключается в работу по требованию, то есть при пробуксовке, через муфту. Муфту можно заблокировать принудительно, оставив машину в режиме 4WD-Lock. В этом случае, задняя ось начнет работать сразу. Однако, этот режим выключится по достижении 40-50 км в час. Также, муфта полностью отключается из работы при скорости выше 50 км в час. Соответственно, на скоростях трассовых ваш Kaleos передний привод, что позволяет экономить топливо и, кстати, ресурс самих компонентов системы полного привода. Каких-либо проблем с полным приводом на Kaleos мы на своей практике не встречали. Попадаются они достаточно редко. Что по итогу? Renault Kaleos в итоге это хороший, надежный автомобиль. Да, это не спортивный болид и азартной управляемости здесь нет. Зато есть комфортная, достаточно всеядная, ресурсная и недорогая в ремонте ходовая часть. Кузов типа минивэн имеет ряд фишек, которые недоступны в кроссоверах от прочих производителей. А агрегатная база Nissan позволяет говорить о том, что проблем с обчастями на этот автомобиль у вас не будет. Оба двигателя, как бензиновый, так и дизельный, здесь надежны. Коробки передач, самое главное, при покупке поддержанного Kaleos не купить себе убитый экземпляр под восстановление. В остальном, при должном уходе, эта машина будет служить вам верой и правдой долгие сотни тысяч километров пробега. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Если же вы владеете или владели подобным автомобилем и вам есть в чем нас поправить или чем нас дополнить, пишите в комментариях. Людям, которые выбирают Сверинок Kaleos, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня. Пока.